Сегодня в зале Народного Собрания полпредпрезидента в Северокавказском федеральном округе Олег Беловенцев представил временно исполняющего обязанности главы Республики Дагестан Владимира Васильева. Присутствовал в зале и Рамазан Абдулатипов. О чем было последнее слово экс-главы Дагестана и будет ли сотрудничать со СМИ временно исполняющей обязанности, смотрите в материале Умы Ибрагимовой. Зал полон. Здесь представители Народного Собрания, местные СМИ и даже известные журналисты федеральных каналов. Предстоит первое обращение нового исполняющего обязанности и последней экс-главы Республики. Представив Владимира Васильева, прилетевший для этой миссии Олег Беловенцев дал слово Рамазан Абдулатипову. Экс-глава, обращаясь к преемнику, отметил, что с момента его прихода почти 4 года назад изменилось многое. Состояние Республики в том числе. Уважаемый Владимир Абдулалиевич, когда я приехал в 2013 году в свой набор Дагестан, при посадке самолета на нас упала община самолета. Потому что перепаде на посадочной полосе было более 10 сантиметров. Сегодня выкрали деревья. Очень комфортный аэропорт. Когда я вышел на приворзанную площадь, стояли бетонные плитки и запуток. А дальше грязные в лужах и в мусорах территории. Сегодня вы приезжаете достаточно обустроенный аэропорт. Позитивную динамику в Дагестане на федеральном уровне не отмечает никто и не доносит до сведения президента. Отметил Рамазан Абдулатипов. Экспрессивное выступление экс-главы сопровождали долгие аплодисменты. Владимир Васильев даже встал. Обращаясь к членам народного собрания, Владимир Васильев сказал, что изменений в кадровом составе возможно не будет, но только если каждый будет добросовестно и своевременно выполнять свою работу. Также в Рио отметил свое преимущество. У меня есть преимущество, что я не являюсь по национальности, ни в коей степени не вхожу ни в какие национальности Дагестана. У меня отец казах, мать русская. Поехала после техникума преподавать, познакомилась. В ходе пресс-подхода Владимир Васильев также отметил, что готов сотрудничать с региональными СМИ. Но только после того, как обсудит это со специалистами. Вероятно, он имеет в виду прислужбу предыдущего главы республики. Ума Ибрегимова, Гелач Курбаналиев, телеканал ННТ, Махачкала.